Спонсор показа интернет-магазин Антиквар 32. Огромный выбор металлоискателей и поисковой техники. Широкий ассортимент аксессуаров и снаряжения. Обмен вашего металлоискателя по системе трейд-ин. Переходите по ссылке в описании и применяйте промокод РЫБАКОП. Это даст возможность получить скидку до 25%. Такие вы когда-нибудь увидели, чтобы одновременно столько цветных гель сразу? Такой топорик. Довольно интересной формы. Смотрите, плюха какая. По-моему, вот такая фибула с иголочкой. Друзья, прежде чем приступить непосредственно к копу, хотел показать вам еще одну крупную восстановленную находку. Это домкрат. К сожалению, тоннаж его сказать не могу, потому что шильдик был утрачен. Спасибо генералу. Помог привести в порядок на базе Светловского судоремонтного завода. Домкрат полностью функционирует, выполняет свои задачи. Единственное, несколько стягивающих болтов и гаек были заменены на новые. В прошлом году я его нашел под Корнево, в болотине. Тащил на себе километра два с половиной, не меньше. Вот такая вот находочка обрела новую жизнь. Ребята, всем привет! Вы на канале Рыболов Копатель. Приехал сегодня на поле. Товарищи Коля с Тимуром уже с утра пораньше бродят здесь. Такие поля на севере Калининградской области. Скошенные в изобилии. Можно ходить, бродить. Раньше я ездил сюда. Не конкретно сюда, а в этот район. Много чего интересного попадалось. Область у нас на находки разнообразная, богата. Потому что янтарный путь, сами понимаете. Торговля, вся эта движуха все время здесь присутствовала. Множество ярмарок, залив рядом, реки. Торговля шла полным ходом. Ну и войны, конечно же, никто не отменял. Ребята-то уже вон находили. Обрыбились. Обрыбились, не то слово. Вон то, Коля. Такой топорик. Довольно интересной формы. Боевой, но навряд ли, конечно, боевой. Специалисты, может быть, подскажут. Кто знает, пишите, друзья. Ну, такие вот древняшки. Всяческие. Пуговки. Прусские фенинги. Тимура, вот гирька. Вот такой механизм. Неведанный. Ну и тоже монетки, фенинги в основном. Пуговка, гирька. А жаворонки как красиво поют. Невидимые. У меня кругляшок первый. Что за монетод? Двадцатка какая-то. Сейчас попробую почистить. Честно сказать, раньше мне не попадалось. Двадцать рентон феников. Толстая такая довольно-таки. Ближе к дороге сигнальчики какие-то начались. Похоже на чехол для расчески. Но на сто процентов не уверен, что характерно. Харьков написано. Харьков. Но он такой, какой-то модифицированный походу. Хотя нет, похоже так и должно быть. Так, сигнальчик был. Сначала я обрадовался, ребята. Думал, что это серебро. Но не тут-то было. Смотрите, плюха какая. Этих марок. Алюминиевые. Сейчас перчатку сниму, почищу. Вот она, пятихаточка. Берлинский монетный двор. А снизу 1923 год. Причем сверху отверстие. И здесь Орландо Блум. Шикарная находка, ребят. У меня где-то с полтора штыка глубины. Вот такая фибула. С иголой. Сначала выкопала. Она вот так. Здесь центр залипший был. Думаю, палаточное кольцо, что ли. Ну, что-то патина какая-то сильно зеленая. Вытащил ее из комочка. А тут вон какая красавица. Шикардос. Красота. Иголка целая, самое главное. Задача не сломать ее. Погода шик. Там впереди, где деревья, залив. Поля вот эти вот обнесены каналами растительными. А это, видимо, насосная, скорее всего. Ну, либо что-то шлюз какой-нибудь был. Ну, да. выгорело все. Тимура сигнальчик. Так вот был. Похоже, медаль какая-то. Но тереть очень не хочется, потому что сползет все. Потом фотография будет приложена естественным образом. Шикарная находочка. Сигналы достаточно глубокие. Ой. Пуговка. Старенькая. Старенькая, но лысенькая походу. Потеряшка какая, друзья. Посолить. Зимняя удочка. Видимо, рыбак какой-то посеял зимой. Ладно, заберем. Что уж. Австралийская гусеница вылезла погреться. Меховая. Спустился с поля в такой овражек. Камень такой огромный возле березы. Здесь сигнал. Донышко от гильзы. Цветное. Советское похоже. Сюда камень здесь. На поле дома были еще два больших камня. Между ними цветной сигнал и гильза. Сейчас почистим, посмотрим. 45-ки что ли. Смотрите, в землю урос. Поняли, что это, ребята? Трак. Корни держат. В рост капитально. Чеи-то, друзья? Смотрите, корень вон пророс. ДТ-шный или нет? или военный. Ладно, пока положим его. Пусть здесь выстоится. Грубокий сигнал на поле, ребят. и вон две гильзы торчат. Цветные. Я как увидел зелень сначала, думаю, блин, неужели горшок какой-нибудь? Вот так вот краешек торчал и не видно, что там дальше. Ну, гильзы. Ну, тоже хорошо. Сейчас выкопаю. Две достал. Вон, еще одна. И вон, еще зеленая поперек. Нормально. Я доволен, друзья, потому что вон, еще одна. И сколько их там еще, неизвестно. Но сигнал мощный был. Достаем. Кайф. Цветняжка. Ну, уже здесь семь, ребят. Тут еще две вижу. Восемь, девять. Так, и дальше вон, что-то пластик, не пойму. Маргаринница, что ли? Рыжая. Ну, да, вот ножиком ковырнул. Опа! Ничего в ней нету. Пусто. Ладно. Тоже пойдет. Может, что еще будет? Ох, как я нарвался. А шел вот к этим кустам. Ну, что, ребят, культивирую дальше, потому что сигнал идет. Вроде там еще торчит. Восемь тут, две еще там. звенит. Может, что будет еще, кроме гильз. Такие вы когда-нибудь увидели, чтобы одновременно столько цветных гильз сразу? я уже не знаю, как нести, ребят. Они в ящике лежали сгнившей. Палки вон торчат. Больше пока ничего. Блин, переть до машины. Ну, такой грустно, не в тягости, я вам скажу. Ну, что, ребята, за собой все заровнял, сработал чисто, чтобы не говорили, что ямы не закапываю. Ну, что, сегодня коп получился у нас и по старине, и по войне такой микс. Так что, ребят, не забывайте подписываться, кто еще не подписался, ставьте лайкосики, пишите комментарии, до новых встреч. Ну, вот еще раз покажу, ополоснул. А, красота. Привет всем металлистам, друзья. друзья. Продолжение следует...